Самарцы начали приезжать на площадь имени Куйбышева задолго до начала митинга-концерта «Слава защитникам Отечества». Посмотреть на творческие коллективы собрались несколько тысяч человек. Я считаю, что День защитника Отечества – это очень важный праздник. Это патриотизм, поднятие духа, народ сплочается в такие моменты. И вот выходит на площадь, поддерживает наших ребят. Еще до начала концерта горожане и гости областной столицы могли отведать солдатской каши из военно-полевой кухни. Каждый желающий мог написать письмо тем, кто сейчас находится в зоне СВО. Для этого на площади была установлена палатка, в которой раздавали специальные открытки. Я хочу пожелать нашим ребятам, конечно, победы. Мы гордимся, мы гордимся их выбором, мы гордимся тем, что они грудью встали, защищают нас, наших детей, наших внуков. Это очень патриотично. Митинг-концерт начался с исполнения гимна Российской Федерации. Затем самарцев поздравил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов. С теплыми словами обратилась и глава Самары Елена Лапушкина. Мы сегодня с вами участвуем в наших защитников Отечества, наших ветеранов Великой Отечественной войны, дружеников тыла и тех ребят, которые сейчас нас защищают. И, конечно, замечательно, что есть такое единение и в нашем городе, и в целой стране, что сегодня пришли на эту площадь тысячи жителей, гостей города, чтобы сказать слова благодарности, признательности всем нашим ребятам и ветеранам. Глава региона Дмитрий Азаров на площадь имени Куйбышева приехать не смог. Губернатор сейчас находится в зоне СВО, куда повез подарки бойцам. Самарцем он прислал видеообращение. Дорогие земляки, я искренне благодарен вам, что в этот день вы собрались на площади, чтобы проявить свое единство, поддержку нашей армии, защитникам Отечества. Здесь, в зоне специальной военной операции, эта поддержка крайне нужна. И бойцы ощущают, что родная земля, все жители Самарской области молятся, переживают, поддерживают от всего сердца и от всей души защитников нашего Отечества. Поздравлять защитников Отечества продолжат 23 февраля. На площади славы пройдет церемония возложения цветов к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.